Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжим играть в Rust. Прошлая серия закончилась не особо удачно, но мне удалось, так сказать, восстановить количество ресурсов, которое у меня было чуть-чуть меньше на самом деле. Ну, даже дерева больше, металлфрагментов немного поменьше. Но это не беда, потому что сегодня я собираюсь реабилитироваться, так сказать, за прошлый случай. Действительно отправиться в то место, где есть ресурсы, заброшенные дома и так далее и тому подобное. Дело в том, что сегодня пятница. Пятница это здорово, есть время поиграть ближе к вечеру, когда меньше онлайна. Так что сегодня должно у нас все получиться. Поставил себе здесь еще один сундучок. Нашел я его с убитого мною человечка, который на меня напал. У него помимо сундучка еще был рецептик на гранату, который можно сейчас изучить. Я сказал себе, что все рецепты буду изучать на видео, чтобы было понятно, что у меня да как. И там уже кто-то стреляет. Я надеюсь... В общем, я уже ни на что не надеюсь. Ладно. В первую очередь для постройки более-менее клевого дома мне нужно переплавить все вот это дерево, что у меня есть, в... В доски. Кстати, я раньше вот так вот перекликивал. Мне кто-то сказал, что с помощью шифта и, по-моему, контрола можно на максимум это все переделать. Спасибо большое, что пишете полезные комментарии. Ладно. Начнем с досок. У нас получится 129 досок. На самом деле меня довольно плотно напрягает то, что там кто-то за дверью стреляет, потому что если я выйду со всеми этими досками и погибну, да, то это будет довольно досадно. Так как я пока играю один, мне, в принципе, огромный дом не нужен. Мне нужен средненький домик, чтобы я мог с него кого-то отстреливать и, в принципе, удобно там проживать. Собираюсь его построить где-то рядом, вот здесь вот на полянке, чтобы рядом у меня была поляна с ресурсами и, бегая по левой стороне, я мог отправиться в склады и отправиться убивать красного зомби. Так что вот здесь вот по левой стороне будет идеальное место. Для себя я решил, что у меня будет дом в 5 фундаментов. Начнем, пожалуй, с одного этажа, а дальше посмотрим. То есть мы в перспективе будем делать безграничное количество этажей, ну, для начала 1, 2, 3 и оставим место для подальшего развития. Ладно, у нас есть 129 вудпланксов и сейчас нам нужно сделать 5 фундамента. 5 фундамента. Посмотрим, довольно, кстати, быстрый крафт, обычно фундамент крафтится больше, так что, грубо говоря, нам повезло. 5 фундамента. На 5 фундамента нам понадобится 20 пиларов, насколько я понимаю, потому что... Нет, не 20 пиларов. Или 20. Ладно, глянем, сделаем 20 пиларов. В итоге глянем, что получится. В общем, имеем мы 5 фундаментов и 20 пиларов, но этого мало, потому что я на самом деле думал, что нам хватит досок, но судя по тому, сколько досок занимает весь этот крафт, по идее, нам не хватит. Глянем. В общем, мы сделаем себе двери. И еще мы сделаем себе, во-первых, мы возьмем 200 металлофрагментов и сделаем себе металлическую дверь для того, чтобы сразу ее поставить и никто, по идее, не смог занять наш дом. Вот она, металлическая дверь. Металлическая дверь, это здорово. Так, далее. В принципе, можно отправиться ставить эти фундаменты понемножку на пилары, соответственно. Лучше ничего с собой не взять, не брать, потому что если нас тут отстрелят, будет обидно. В принципе, у меня ничего такого и нету. Вот хатчет оставлю, металлофрагменты оставлю, доски, естественно, кожу, а все остальное у меня, в принципе, не особо важное. Так что погнали. Так, значит, будем строиться прямо впритык к дороге, чтобы, если мне нужно было сгонять за какими-нибудь ресурсами, за каким-нибудь пропитанием, за каким-нибудь исследованием заводов и так далее, вот здесь вот где-то будет идеальное место, оно такое пустое, клевое. Так что здесь можно и начать постройку. Мне нужно 5 фундаментов. По идее, раз, два. Так. Ну нет. В длину, если не хочу, думаю, я хочу здесь поставить еще один фундамент. Но он упорно упирается, так сказать. Не хочется, он здесь где-то ставится. По идее, если его повыше как-то поднять, я даже не предполагаю. Потому что если сделать домик в длину, 5 этих, то это будет не здорово. В принципе, можно сделать вот так вот, и здесь еще два поставить. Вот так. И вот так вот. Неплохо. Теперь расстановка пиларов. С этим очень важно не ошибиться, нужно ставить через два, потому что если неправильно поставить хотя бы один пилар, его разрушить мы не сможем, и, грубо говоря, вся постройка к этому под хвостом. Ну, ладно. Я немного переборщил с пиларами, как я понимаю. Я считал, что на один фундамент понадобится четыре пилара, но по идее у нас же не должен быть весь дом застроен фундаментом. Вот здесь еще поставим, потому что здесь у меня будет выход, как я понимаю, на второй этаж. И вот здесь вот будет вход. Вход и дверь. Есть. Первая, так сказать, заготовка готова. Здесь мы все, абсолютно все заставим стенами, потому что... Ой, божечки, кто там стреляет? Ну что? На первом этаже нет смысла ставить окна, отстреливаться лучше свыше этажов. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять кусочков стены нам нужно. По идее, нам должно этого хватить. Нам должно хватить тех досок, которые у меня имеются на девять кусочков, если я не ошибаюсь. По идее, можно будет потом добыть еще ресурсов. Но в первую очередь нужно сделать эти стенки. Ох, нам кто-то паровозы возит просто до ужаса. Но это нас не интересует. Так, пилары я пока оставлю в сантучке. Они мне, в принципе, не нужны. Возьму с собой хач, там по дороге я видел дерево. Срубить его было бы неплохо. У меня здесь есть, в принципе, еще один пилар, который мне тоже не нужен. Мне нужны вот эти вот 45 досок и из них сделать девять стен. Девять стен, девять стен, девять стен. Отлично. Пацан, пацан, помоги, пожалуйста, от меня куча медведей. Да, куча медведей. Пацан, помоги. Но мне не до этого, дружище, извини. Убегай. Беги, Форест, куда-то прямо по дороге, и они от тебя отстанут. Главное верить. Давай, удачи, друг. Так, ну вот, это замануха какая-то, походу. Ладно. Ребята, здесь какие-то злобные попались. По идее, нам придется теперь здесь вечно ждать, потому что они хотят каких-то проблем. Я не знаю, стоит сделать немножко потише, потому что они громко довольно стреляют здесь. Не знаю даже, что и предположить, чем бы заняться таким, чтобы все было в порядке в итоге. Можно проверить, станут ли они меня убивать, быстро выбежать, открыть, закрыть двери. Но у меня с собой девять стен, которые мне, в принципе, полезны. Так что выходить тоже не особо хочется. Даже не знаю, что делать в данной ситуации, но я уверен, что они меня там ждут. Возможно, они хотят, как в прошлом эпизоде, чтобы я открыл дверь и забежать сюда, значит, и постараться все вынести. Так что этим тоже нужно предостерегаться, так сказать. Так что пока мы ждем, пока мы ждем. Ну, допустим. Ну, здорово. Чего тут стоит-то, ребят? Давайте, а че ж ты помощь-то просил, раз вы можете сами перестрелять медведей. Стрел? Так у вас же огнестрелы есть, ребят. Какие стрелы? В общем, мут... А, мутные типы, на самом деле. Да ладно, я же видел, как в тебя целился... В меня, вернее, целился твой товарищ, или я не знаю, кто он тебе. Ну ладно, отходите отсюда, ребят, чтобы я смог спокойно выйти. Пожалуйста. Ну ладно, ладно, мы пошли. Давайте, удачи. Я думаю, всем понятно, что они никуда не собираются отходить, но на всякий случай. Потерять 9 кусков стены, это не так важно, как потерять все, что у меня есть. Вот так вот мы все оставим. Оставим все 9 кусочков стены, стрелы, ну и лук, пожалуй. На всякий случай. Так, ну и мясо кусочков опять. Это все потерять, это в принципе не особо важно, учитывая то, что я уже почти все ресурсы потратил. Быстро выбежим, закроем двери. Ну и все, я надеюсь, не будут они в меня стрелять. Вроде ребята адекватные какие-то, или неадекватные. Но на самом деле я был почти уверен, что они здесь останутся и будут стараться меня убить. Ну, сейчас проверим. Ну, вроде френдли. Ладно. Продолжим, ребят, продолжим. На том, на чем мы остановились. Здесь постройка нашего мини-домика. А меня они вроде бы пока не трогают. Так что с ними мы не будем иметь проблем, как я понимаю. Хотя я не знаю, ребята. Люди бывают разные, могут и в спину стрельнуть. Я думаю, все это прекрасно понимают. Так что особо по этому поводу заморачиваться, я думаю, пока не стоит. Стены я поставлю. Остальное пока меня не интересует. Значит так. Значит так. Значит так. Значит так. 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 И крайняя стенка. Вот так вот. Здорово. У меня уже есть основание дома. Я могу в него спокойно зайти и прятаться здесь от всемирных людишек. По идее, можно будет поставить здесь еще одну дверь. Вот эту вот часть закрыть стенкой. Значит, после того, как мы проходим в эту дверь, мы выходим на второй этаж нашего домика. А на этом этаже будет ничего не будет. Может быть какие-нибудь ненужные мне ресурсы или что-нибудь вроде этого. Делать это все для чего? Если кто-нибудь взорвет вот эту дверь, взорвет мою основную дверь, он может пройти, допустим, если бы у меня стояли все сундуки здесь и спальники. Он мог бы пройти, сломать спальник, забрать все ресурсы и уйти. Но, но, если я поставлю здесь еще одну дверь, ему придется опять же взламывать эту дверь. Или по идее, он может просто эту часть дома взорвать и пройти тоже сюда. Глянем, можно в принципе поставить сразу же еще одну дверь на второй этаж. В общем, в любом случае нужно будет плотно запастись дверьми, так как, если кто-то собирается грабить наш дом, если кто-то собирается грабить наш дом, по идее, ему понадобится сейчас на данный момент один динамит или максимум два для того, чтобы меня грабить. Поэтому, опять же, повторюсь, извиняюсь, очень важно укрепить свой домик для того, чтобы безопасно в нем находиться. В любом случае, я думаю, вне серии я перенесу все ресурсы, которые у меня там есть, и посмотрим, что там выйдет дальше. Сейчас я поставлю все вот планки, что у меня есть, сделаю то, что мне хватит, 9 вот планкс. Посмотрим, сколько еще с этого всего я смогу сделать досок. Досок я смогу сделать 7 штук. Соответственно, этого должно мне хватить хотя бы на лестницу. Так, сколько там стоит лестница? 5. Еще одни двери. И пока все. Это все, что я с собой возьму, и как раз сразу же отстрою я там все, что есть, и отправлюсь вперед в то путешествие, которое я обещал себе закончить. По идее, сейчас поздновато немного, так что онлайн должно быть поменьше. В общем-то, глянем, что с этого получится, ребят. Я надеюсь, в этот раз наше небольшое путешествие окончится положительно для меня. Посмотрим. В общем-то, посмотрим. Никогда не нужно загадывать. Дело в том, что, по идее, сейчас уже начнет понемножку темнеть, потому что довольно долго уже утро. Немного неудобно залазить в дверь, но это можно пережить так. Вот тут ставим дверь. Здесь будет еще одна стенка. Сюда мы проходим, и тут будет лестница. Как ее лучше поставить? Так вот, по идее, да? Вот так вот именно мы ее и поставим. И вот здесь мы выходим на второй этаж. Сейчас здесь все надо будет застроить. Так же самое сделаем. То есть поставим здесь везде потолки. И сразу же здесь будет выход на третий этаж, на четвертый, на пятый, на шестой, на седьмой и так далее. То есть по возрастающему, да? Опять же дверь. И вверх, 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 вверх. Но пока у меня не хватит ресурсов на это все. Так что, как и обещал, идем прямо по дороге. Так, дверь я закрыл. По идее, этот дом уже никто не сможет у меня угнать без динамита. В общем, за него я не особо волнуюсь. Пора уже отправиться вперед, глянуть, что там на складах. Тут надо бежать приблизительно 2-3 минуты. Так что, пока мы побежим, по идее, можно будет найти еще немного ресурсов. У меня нет огнестрела, так что... И я в тканевой броне. Так что, если я кого-нибудь встречу с пистолетом, то с вероятностью, с очень большой вероятностью мне не жить. Но, надеюсь, что такого не будет. Хотя бы подстрелю немного красных зомби для того, чтобы найти в идеале ресерч-киты и рецепты на модификации. Ну, а если не в идеале, то хотя бы какую-нибудь еду, я не знаю. Глянем. Еды, хотя, в принципе, у меня предостаточно. Так что, это худший вариант, так сказать. Помимо погибели моей... Ну, глянем, в общем-то, что с этого выйдет. Опять же, не буду загадывать. Бежим. Пока просто бежим. Кстати, с этого сервера убрали плагин. Вот этот Oxitel, как-то он так назывался. Теперь здесь нет миллиона команд в чате. Это и к лучшему. Улучшилась немного продуктивность. Стало больше FPS. Так что, в принципе, этим... Недообновлением. То есть, я даже не знаю, как убрать... Сказать, как называется... Когда убрали модификацию, ну, да ладно. В общем-то, я доволен. Ну, тут тип с камнем, его мы трогать не будем. Чего? Еды? Извини, друг, у меня 4 кусочка. Иди там прямо по дороге. Там будет куча животных и просто их хреначь, ладно? Я бы тебе дал, но я с собой много не брал. Давай, удачи. Да, не за что. Так. Бежим, бежим, бежим. По идее, найти бы еще какие-нибудь ресурсы. В идеале дерево, потому что дерево это здорово. Ну, вот я вижу. Два кусочка камня и вот хата каких-то людей. Потом вокруг своего дома я поставлю тоже фундаменты вместе с пиларами. Для того, чтобы никто не мог отстроиться, да, около моего домика и залезть в него сверху. Если я поставлю там вокруг него фундаменты и пилары, в центре прям, то, по идее, никто не сможет нам поставить лестницы и залезть туда тоже. О, божечка, я испугался. Соответственно, будет невозможно. Я думал, это движущийся камень. Соответственно, будет невозможно, да. Рубим. И бежим. Немного уже осталось до красной зомби. Нравится мне эта жуткая поляна. Местность клевая. Вот уже первая красная зомби. Сколько у меня стрел? Ну, в любом случае, стрелы смогу сделать. Смотрим. Ну, давайте надеяться на ресерч-кит, а там глянем, что выйдет. Профессиональная стрельба просто, ну, ощущается, ощущается. Оп. Ладно, ладно. Все, я молчу. Так. Так. Что-то при резких поворотах фпс проседает. Кстати, да, непривычно, что эти медведи с трех выстрелов умирают. Металл пилар. Да. Не нужен мне металл пилар. Ну, на всякий случай возьму. Потом, в идеале, мы будем апгрейдить наш дом, как я понимаю, до металлического. Так что потом, в принципе, может понадобиться. Так. В общем, я лучше отключу сейчас траву. Она мне немножко мешает. Отлично. Так. Ага. Металл фрагменты. Шоколадку я, пожалуй, оставлю. Хотя нет. Может еще понадобится еда. Возьму все-таки. Так. Еще собачка. Отстреливаем по возможности всех красных зомби. Потому что на моей поляне... Красных, хрени животных. На моей поляне... Ну, они вообще, на самом деле, и зомби. Видели какой-то глюк? Было показано, как будто здесь куча патронов. Или у меня просто сумасшествие какое-то... Ну... А, ладно. В общем, это красные зомби-животные. Я пришел до такой мысли. По идее, этот медведь даже до меня не добежит. Да. Нужно даже остановиться. Я просто влаза ему... Да. 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 Он... Стрела пролетела сквозь него. И теперь он меня даже хрызанет. Наверное, разок. Нет. Не хрызанул. И 15 патронов. Ну, ладно. Давайте мы сделаем немножко стрел. Удобно эта штука через шифт. Хотя, да. У меня все. Две стрелы получится. Итого это 8. Да? Я так понимаю. Ну, по дороге мы будем находить. Дерево. И делать еще стрел. Радиацию понемножку. Пилюлька у меня одна есть. Антирадиционная. На первое время ее хватит. Радиация. Это значит, что мы все ближе и ближе подходим к месту. К месту, которое нам нужно. Там, кстати, тоже довольно много радиации. Но одной пилюльки, может быть, даже не хватит. Ну, глянем. В любом случае, опять же, загадывать не стоит. Главное, самое основное, это чтобы там людей не было. Если не будет людей, то все остальное придет со временем. Вот как люди хитро придумали. Они с дефолтного дома, который, ну, сама карта прорисовывает, они сделали себе свой домик и там живут. Какой-то странный волк, который не хочет меня бить. И он не умирает с двух стрел. Скорее всего, у меня интернет пропал. Или рестарт сервера. Ну-ка, мы проверим это вот таким вот образом. А нет. Сервер работает. Значит, что-то не так с этим волком. Хорошо. Стрельным в другого. Ну вот, все работает, пожалуйста. Ну, не будем заботиться, что это всего лишь альфа. И таких проблем не миновать. Они не особо радикальные. Так что, горевать по этому поводу особо не стоит. Ладно. Как и предполагалось, здесь вроде как нет людей. Да что ж такое, что-то я... Как и предполагалось, здесь нет людей. Это очень здорово. С красных зомби я пока еще не нашел ни одного ресерч-кита и полезного рецепта. О, кирка. Кирка это неплохо. Кирка, она очень сильная по урону. Можно какого-нибудь... Типа в коже с двух ударов этой киркой зарубить в спину. Пока он не ожидает. Кирку мы оставим. Так. С тебя, медведик, что? С тебя кожаный шлем. Тоже неплохо. Кто-то сзади бежит. Да успокойся ты, ну. Хватит. Угомонись, пожалуйста. Мда. 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 Прррр. А я так надеялся, что все будет здорово. Так, вообще нужно убрать уже этот спальник к чертям. Это спальник, который у меня был до того времени, где... До того времени, как я построил этот небольшой домик... Черт побери, черт побери. В общем, я решил. Я решил, пока туда мне направляться не стоит. Я лучше доделаю до конца свой домик. Таким сделаю прям мощным, плотным его в несколько этажей. Наберу себе кучу ресурсов. И тогда уже как-нибудь в идеале найду себе получше броню. Потому что... В любом случае, почти абсолютно всегда там есть люди, да. То есть на том месте это довольно хорошая точка лута. Потому что там действительно хватает ресурсов. Там вот в этой вот маленьком городке, заброшенном, так сказать, по идее, по идее, много-много ресурсов. Там где-то около 8 ящиков, если не ошибаюсь. Может даже 10, если все абсолютно облутать. И это очень здоровская точка для появления, для лутания. Так что там всегда находится много народу. И ее облутать довольно сложно. Вот такие дела. Вот тут неграмотные люди общаются между собой. Хорошо, ребят. На этом мы, пожалуй, будем заканчивать. В этой серии мы хотя бы хоть что-нибудь сделали. В отличие от прошлой. Хотя бы построили какую-никакую основу для дома. И, значит, хочу поблагодарить всех за просмотр. Всем спасибо за просмотр, ребят. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Мне будет очень приятно. Пока, ребят. Здоровечка вам. Всего хорошего. И, соответственно, как всегда, удачного дня. Такие дела.